Я сегодня хочу проповедовать к людям верующим, не к тем, которые у нас... Как много среди нас есть неверующих? Есть такие? Все верующие. Поэтому сегодня проповедь будет к вам и ко мне в первую очередь, потому что я тоже верующий. И эта тема, над которой я, наверное, рассуждал, ну, наверное, многие годы, как-то вот она часто всплывала в моем сердце, в моих рассуждениях, думаю, вот какая-то вот интересная несправедливость есть, о которой я хочу рассказать здесь. Итак, читаю притчу Иисуса Христа, Евангелие от Луки написано так, сказал он им следующую притчу. «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйте со мной, я нашел мою пропавшую овцу». Ну, много, наверное, не надо рассказывать, о чем эта притча. Мы все понимаем, что добрый пастырь – это и есть наш Господь Иисус Христос. Правильно? Заблудшие овца – это те грешники, которые ушли от Бога и ради которых он согласен идти далеко, искать, находить, возвращать их назад в стадо. И когда смотришь на это, ну, не возникает никаких вопросов. Прекрасная притча, это просто красивейшая иллюстрация, в которой показана любовь Иисуса Христа к простым смертным грешникам. Но, честно сказать, меня, когда я читаю эту притчу, немножко режет слух, одна маленькая деталь. Это отношение этого пастыря к своим овцам, оно, мне кажется, ну, не совсем какое-то честное. Смотрите, одних он оставляет в пустыне, а ради одной отправляется, идет, находит, на радостях просто ложит ее на плечи, несет ее домой, собирает друзей, соседей, и они вместе празднуют то, что она нашлась. Это в Евангелии от Луки. В Евангелии от Матфея, это же притча написана так, «Был у которого сто овец, и одна из них заблудилась, то он оставит, не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся, и если случится найти ее, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся». Знаете, я вот думаю, если я бы услышал лично эту притчу из уст самого Господа Христа, я бы сказал, Господи, знаете, вот я как тот, который верю в Тебя, который следует за Тобой, для которого вот ты большой авторитет, Господи, но я родился в христианской семье, я никогда не уходил в мир, я не был какой-то зависимости, и тот факт, что ты радуешься об одной заблудшей больше, чем о 99, он немножко как-то, ну, огорчает. Боже, отчего так? Наверное, я бы сказал, Боже, ну, это была бы замечательная притча, если бы в ней говорилось о добром пастыре и об овечке, никаких вопросов бы не возникало. Наверное, если бы была возможность, я бы, наверное, и попросил его, чтобы из притчи о блудном сыне, историю о старшем брате тоже как-то, ну, не сильно употреблять, знаете, он тоже никогда не уходил из дома, он примерный хороший сын, а как-то в этой притче он, ну, не совсем позитивно, как-то так, не радующийся, я не знаю, ну, как-то блудный сын, ему просто о нем все радуются, все, а вот он, ну, как-то так, не совсем хорошо видится в этой притче. А когда читаю притчу о работниках, которых нанял, нанял этот, которые были наняты, скажем так, одни работали весь день, положили столько труда, и Христос их вообще уравнял, дал им одинаково, сколько, сколько и тем, которые работали всего один час. Она какая-то, ну, нечестная немножко, думаешь, ну, не знаю. Ну, вы скажете, это притча все, и этого никогда не было, это просто Христос показывал какие-то принципы Царства Господня. Но когда я читаю, что здесь дальше написано после этой притчи, когда Христос проповедовал, он говорит, «Предсказываю вам, что так на небесах будет. Более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели от девяносто девяти праведников, не имеющих нужды в покаянии». То есть, таких, как я, девяносто девять, примерно, нет, даже нет, больше, нас должно быть больше, чем девяносто девять. Радость об одном кающемся грешнике, она превышает у Бога радости, чем десятки, сотни, может быть, праведников. Господи, ах, какая справедливость, как это объяснить? Интересно, но этот же стих, который я прочитал, он и приоткрывает причину этой радости. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном кающемся грешнике, нежели о девяносто девяти праведниках, которые в своей праведности полагают или дошли до такого момента, когда они вдруг думают, что они уже не имеют нужды в покаянии. Я, знаете, скажу, ну, за свою жизнь я присутствовал на десятках покаяний, когда люди приходили к Богу каяться. В свое время, еще в Советском Союзе, это было в Украине, когда в девяностых, особенно в начале, почти каждое воскресенье люди каялись. И я обратил внимание, что почти всегда, когда человек кается, выходит на покаяние, происходит, ну, какой-то трепет такой. Я даже не знаю, как объяснить. Вот просто говорит, я хочу покаяться. И вдруг там молиться начинают все. Либо кто-то, может, даже плачет. Оно как-то всегда выражается каким-то присутствием Бога. Думаю, Боже, вау, как оно вот... Просто вот человек признает себя виновным, и это делает даже вот в людях, которые уже давно покаявшись, какое-то вот движение, люди начинают молиться. Вот я почему-то это наблюдал, видел такое. Я даже как-то, я помню, я ехал с конференции, и в вагоне, в электричке один грешник говорит, я хочу вам рассказать о моем свидетельстве, бывший грешник. И он начал свидетельствовать людям неверующим. Люди сидят молча, электричка едет, и он просто громко рассказывал. Рассказывал, кем он был там сначала немножко, а потом он вдруг дошел до того момента, как он встретился с Богом. И вот эти вот детали, как вот Бог в сердце его постучал, как вот о чем он подумал, как Бог потом ему сказал, как он, как он вот повел себя. И я глянулся, и смотрю, почти все в вагоне люди сидят и слезы вытирают. И я думаю, вау, неверующие люди. Представьте себе, один там дедушка, когда же вышел, говорит, вот я в Бога не верю, ну ты молодец, дай ты бы обниму. Такой вот. Вот эти люди, почему-то, знаете, мне напомнили как раз вот, наверное, у тех соседей или друзей, которых позвали, вот они пришли радоваться, вроде не ихняя овечка, они отношения к этому мало имеют, но как-то приятно. И они вот тоже сидят и кушают, и радуются. Вот такая вот какая-то атмосфера. И я помню, я тогда подумал, Боже, как бы я завидую этому человеку, ну, хорошей такой завистью. Я бы хотел бы иметь, чтобы, чтобы во мне была такая радость, либо такое вот присутствие, как вот, ах, какой я пережил этот человек. Знаете, я видел покаяние и грешных людей, но менее грешных. Видел. Обычно это покаяние похоже на, ну, так скажем, на молитву благодарности. Когда человек выходит и просто благодарит Божия за хорошую семью, за батька, за маты, за то, что в хорошей стране живу, за все благодарит. И потом, ну, так же, если я и в чем-то, как бы, согрешил, то, как бы, тоже, ну, с кем не бывает, тоже, Господи, тоже просты, как бы, и я заметил, вот этого трепета нету почему-то. Думаешь, ну, как бы, не знаю почему, не так слышно это, когда выходит настоящий, кажется, грешник. Интересно, что Христос, когда ходил по земле, к Нему приходили за помощью и обращались к Нему и грешники, и праведники. Интересно, что все они получали от Христа по-разному. И я обратил внимание, что чем больше человек считал себя грешником, приходя к Богу, тем больше он получал от Бога. В притче о мытаре и фарисеи, о грешнике, которые пришли помолиться, просто зашли в храм помолиться, и Христос говорит, сказываю вам, что этот ушел более оправданным. Хотя, может быть, он и пришел не такой и грешный. Он благодарил Бога за многое, что в его жизни есть. Возможно, это так и есть. Но Христос говорит, как бы, я не для этого пришел. Я пришел не к праведникам, а к грешникам. Чтобы грешники пришли к Богу. Я скажу, что беда нас, людей, которые соотносят себя к праведникам, очень часто как раз не в том, что мы праведники, а в том, что мы думаем, что мы не имеем нужды в покаянии. Я вспоминаю, когда к Христу пришла грешница, которая разбила этот алебастровый сосуд и пролила на ноги мира. Я помню, я видел этот эпизод в фильме о Христе, и я помню такой вот awkward moment, знаете, вот неудобный, неудобный момент, когда спокойно разговаривают, люди сидят, общаются, все хорошо происходит, все праведники, все здорово. И вдруг распахивается дверь, и на пороге стоит грешница. Это грешница, и все замолчали, не знают, как быть. И она просто вот взяла и пошла, переступая через них, подошла к Христу и начала омывать ему ноги. Я думаю, знаете, это была просто пауза, все молчали, она мыла ноги, вытирала там волосами. И вот я думаю, знаете, к Христу приходили много людей. Однажды к нему пришел Никодим, который был праведником, который, ну, соотносился к праведным людям того времени. Но не пришел, так как это грешница, он пришел ночью. Интересно, так как Христос с ним общался, он не так общался с этой грешницей. Христос ему начал рассказывать какие-то большие таинства, о том, что надо бы нам родиться свыше. Я смотрю, Никодим три раза спрашивает, Господи, как это понять? Он ему опять рассказывает, дух веет, где хочет, и голос его слышит. Он опять спрашивает, Господи, как это может быть? Опять ему рассказывают. В том, что Христос говорит, ты учитель Израилева, и ты этого не знаешь. Вы знаете, проблема была Никодима. Он верил в Бога, он верил в Иисуса, но он пришел к нему, как учитель Израилев. Друзья мои, я думаю, что так часто перед Богом не имеет той самой важности, глубокой важности наличия грехов, много их или мало, как имеет важность то, с каким сердцем человек приходит к Богу, то ли он приходит, как кающийся, тот, который способен радовать Бога, радовать небо, или тот, который в праведности в какой-то, вообразивший какой-то такой ниб над головой, думает, что он не имеет больше нужды в покаянии. Христос говорит, таких 99, даже больше, нельзя приравнять к одному по-настоящему кающимся грешнику. Знаете, я вот, я так часто, вот честно вам скажу, слышал, вот проповедуют здесь люди, проповедуется Слово Божие, и думаешь, Боже, как будто это Слово прямо ко мне идет. Как будто Бог, вот Иисус Христос, Духом Святым, вот конкретно ко мне говорит. И думаю, наверное, любой бы грешник на моем месте, настоящий грешник, которому терять нечего, встал бы просто, вышел бы наперед бы и сказал, Боже, каюсь. Но я же не грешник, я же как бы, я не имею нужды в покаянии. И вот, думаю, недостаток, один из самых больших недостатков праведников, как раз и есть вот то, что они думают, что они не имеют нужды. В то время, как многие грешники каются, и о них радуется небо. Знаете, у меня есть большое желание, вот, 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 быть в собрании кающихся грешников. Те, которые могут быть, знаете, которые во время Христа, они, они даже не дожидались конца собрания. Христос проповедовал, они прерывали его, и Христос всегда оставлял все ради кающегося грешника. Христос мог идти далеко, в Самарию, либо куда еще, лишь бы только найти кающихся грешников. Это неизмеримо больше, чем быть таким праведным, который, вроде бы, и слава Богу, что Он есть, но и мало кто радуется, как бы, о Нем. Друзья мои, мне хочется, чтобы мы помолились, и хочется вот по-настоящему помолиться перед Богом, не молитвой благодарности о том, что, Господи, как здорово, что у нас все хорошо. Мне хочется помолиться Богу молитвой кающегося. Господи, да, может, мы не настолько, настолько негодные люди, как кто-то есть в этом мире, но меня это не волнует. Я так же нуждаюсь в Тебе, как нуждается самый последний грешник. Вы согласны со мной? Давайте помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!